Музыка Кстати, еще раз я увидел Манитобу, я вот что скажу. Вчера у меня есть штука, посмотрю. А, время позволяет поговорить. Вчера получил письмо от одного из самых моих лучших друзей, толковейших. Фамилия у него Песоцкий. Ну и... Ёжка-орола, да, Ёжка-орола. И вот он говорит, мне нужны костики Манитоба. Вы собирали? А я, не подумавший, вот она Манитоба. Вот манчжурец. И у меня даже есть фотографии, есть рассказы о том, как... Вот Андрей, вот он же, вот здесь собирал, здесь густым ковром лежали плоды. И манчжурца, и плоды в два раза крупнее Манитоба. И вот он их разделял, прям при мне. Все было честно. Ну, я память плохую имею, я сказал, Манитоба попала в смесь крупноплодных косточек. Потом уже сообщил ему, потом позвонил Юле, племянница, помощница. Юля говорит, они есть. Звонить второй раз, Песоцкому сказать, приятель, я ошибся. Я вдруг подумал, что я ему навязываю что-нибудь. А ему подай вот чистопородную эту Манитобу. Вот хочу и все. Он ее даже сравнил, по-моему, с самородками золота в глине. Но это его мнение. А что получилось на самом деле? На самом деле, первый урожай у этого дерева был. Манитоба, крупные, отборные, 60-граммовые плоды, удлиненные формы, как будто это разновидность академика. Но академик ни при чем. Манитоба, она из Канады. И что вы думаете, шли годы. И однажды, это был третий урожай, плоды в два раза мельче, удлиненная форма с клювом исчезла. Маленький клювик остался, смотрю, его не отличишь от достаточно мелкого амура. И с тех пор он такой есть, и фотографии есть. Я могу ему послать фотографию и сказать, ну, что ты будешь делать теперь, дружище Песоцкий? Ну, что ты будешь делать, Николаич? Дело в том, что я до конца дорассуждаю и сейчас отключу эту камеру. Дело в том, что вот сейчас косточки с нее, когда ты порастишь, какие они тут плоды? Какой-то процент, может, и вернет качество манитобы, настоящей, чистой, той, породистой. Какой-то процент. Но какой, неизвестно. А готов ты фактически начать восстановление, уже не развитие этого, а именно восстановление. Как получилось? По двое повлиял. Раз. Вот. Я называю это опыление без зачатия. Это значит, есть такое слово, псевдонаучное. То есть наука не признает его научным. Это когда, который называется телегония. Считает ее уже наукой телегония. А телегония, это значит, что вот этот манчжуриц опылил манитобу, но зачатия не произошло. Но гены манчжурица попали в организм вот этого дерева. Это пусть будет второй фильм. Я с одного фильма два сделаю. Потому что это отдельная тема манитоба. Вот, получается, сейчас это гибрид. Гибрид уже в вегетативный раз. Подвой манчжуриц. Вот. Влияние соседа манчжурица телегония, которая якобы не существует. Странное дело. Попробуйте вы. Возьмите. И где-нибудь в вольере с чистопородными соками запустите туда кабелька голодного. И вы узнаете, существует или не существует телегония. Вот. Но слово телегония, оно носит такой флёр. Такой, ну, чего-то запредельного, чего-то стыдливого. Чего-то. Почему? Потому что автоматом переносят на людские отношения. А вы знаете, если уж закончу эту тему. Итак, Индонезия. Новости по центральному телевидению. Вот. Нет. Новости в центральный радиоканал. Итак, в Индонезии под страхом трёх- или десятилетнего заключения запрещены сексуальные отношения до вступления в брак юношек, девушек. Точка. Иначе тюрьма. Вы думаете, они не знают, что такое телегония? Вот. Думаете, это речь только о нравственности идёт? Или желание иметь своего чистого потомка? Без примеси чужих генов? А? Задумайтесь. Может быть, пусть немного, пять тысяч, за какое пятьсот тысяч человек увидит это кино? И тоже задумается. И своим детям объяснит. Вот. Что это всё на самом деле осень важно. Вот так вот, друзья. Давайте теперь... Ещё осталось... Да. Так, ещё пока... Странно. Ещё пока на морозе, но... Ещё держат батарейки аккумуляторные. Так. Пойти догнать опять, посмотреть, как колесо деревьев Сергей и Андрей. Нет, пожалуй, не буду. Вот. О каких темах можно говорить, коли мы уже дошли до нравственности, до Индонезии, до тюремного срока. Ну, зато деревьям никто не мешает вступать в прямые половые связи. Вот. Что в результате случается? В результате случается такое. Смешанный сад. Вот. Его защищает... Одни деревья защищают другие. Как? А сейчас объясню. Вот это вот маньчжурский... Нет. Это абрикос жердель с Украины. Привет, на маньчжурцы. Так. На нем никогда за всю жизнь его я не видел ни одной тлинки. Это нормально. Но тогда... Самое дерево. Видите, вот это груша. Это лада. Вот. Что получается на этой груши? Тоже нет ли. И так далее. Саму идею выдал, а там как хотите. Сейчас... Сейчас... Сейчас, 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 сейчас. Вот не поддается воспитанию вот этот сын маньчжурского абрикоса. Огромное дерево. Плодошение 20-25 ведерок практически каждый год. Ну, может, пару раз пропускало вот эти суперурожаи. Только потому, что уж когда до 8-10 минус в мае во время цветения, тут уж, извините, не до плодошения. Вот. Не поддается. Телегония-телегония, она всегда мелкая. А, так это еще из огромного урожая. Попробуйте, представьте себе, на нем 25 ведерок. Вы поймете, да?